С начальником Щелковского управления социальной защиты населения Жанной Альбертовной Пеняевой мы беседуем о льготных категориях жителей и об оплате ими коммуналки не впервые. В телепередаче, которая вышла 12 февраля, наша собеседница рассказала о действующих в Московской области компенсациях расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, которые выплачиваются инвалидам. Теперь же наш разговор касается ветеранов труда и военной службы. Им эти компенсации установлены региональным законом от 23 марта 2006 года о социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области и предоставляются статьей 3 ветеранам труда, а статьей 4 ветеранам военной службы. Причем это происходит в том случае, если и те, и другие достигли возраста, дающего право на страховую пенсию по старости. С января 2019 года в связи с изменением в законодательстве компенсация предоставляется людям, достигшим 60 лет, это касается мужчин, и 55, тут речь идет о женщинах, при наличии у них страхового стажа. Надо иметь в виду, что компенсация в данном случае предоставляется в размере 50% и квартплаты, и коммунальных услуг, но с учетом норматива. Это 42 квадратных метра для одинокопроживающего, то есть тот, кто один прописан. 21 квадратный метр – это на граждан, которые вдвоем прописаны в квартире. И 18 квадратных метров берется в расчет как норматив в случае, если прописано 3 и более граждан. Льготы распространяются на эти нормы площади. Если у ветерана площадь квартиры, например, 56 квадратных метров, а он прописан один, то льгота ему будет рассчитана только на 42 квадратных метра. За оставшуюся площадь льготник заплатит полную стоимость. Компенсация ему будет выплачена только на 42 квадратных метра. Еще раз подчеркиваю, на все коммунальные услуги, которые граждане оплачивают, льготы предоставляются в соответствии с нормативом. На каждый вид услуги существуют свои нормативы. К примеру, на электричество норматив рассчитывается не только исходя из площади и из количества комнат, но и из того, газовая ли плита или она электрическая. То есть нормативы здесь совершенно разные, и они рассчитываются индивидуально в каждом случае. Также отмечу, что это рассчитывается от количества прописанных граждан в квартире. И обязательно берется льгота только на самого гражданина. То есть у данной категории, вот у ветеранов труда и ветеранов военной службы, ну, мера соцподдержки предоставляется на этих граждан. Жанна Пеняева сообщила, что льгота предоставляется на несовершеннолетних граждан, не имеющих дохода, если они проживают вместе с ветеранами. Эти коммунальные услуги, на которые имеют право граждане, они тоже рассчитываются все от норматива. Вся информация, которая к нам поступает от управляющих компаний, то есть весь расчет ведется от тех сумм, которые нам в соответствии с соглашением предоставляют, что монополисты, что управляющие компании, для расчета компенсации. Не вся информация, которая имеется в сети интернет, бывает достоверна. Многие граждане попадают на сайты других регионов, ну, в частности, города Москвы. В столице нормативы и меры соцподдержки предоставляются иначе, потому что Москва – это другой субъект Российской Федерации. Жанна Альбертовна подчеркнула, если у гражданина есть сомнения в правильности начисления льгот, то ему надо обратиться в Щелковское окружное управление соцзащиты, где он получит полные и развернутые ответы на все свои вопросы. Специалист управления разъяснит, на основании каких данных, на основании каких нормативов была рассчитана та или иная мера соцподдержки. Неважно, там, это квартплата или любой из вид коммунальных услуг. Там электроэнергия, водоотведение, водоснабжение. То есть по любой мере соцподдержки специалист даст развернутую информацию. Если человеку нужна справка о том, как рассчитывается данная мера соцподдержки, сотрудник также подготовит справку с информацией по каждому из видов. COVID-19 поставил органы соцподдержки перед необходимостью перевести оформление льгот в электронный вид. Теперь все документы можно подать через портал госуслуг. После нужно с подлинниками своих документов записаться в МФЦ на сверку отправленных электронных копий. Тут уж придется приехать в МФЦ самому или попросить это сделать кого-то из своих близких, оформив на него доверенность. Подать заявку на оформление льгот помогут и сотрудники Щелковского окружного управления социальной защиты. Единственное, Жанна Альбертовна попросила нас напомнить жителям, что пока что из-за пандемии коронавируса все консультации ведутся по предварительной записи. Заявку с просьбой о встрече со специалистом можно оставить на сайте управления. А режим работы самого управления социальной защиты населения строится по графику с понедельника по субботу с 8 до 20.00 без перерыва на обед. Андрей Циханович, Александр Отжевский, Щелковское телевидение.